Марионетки, перчаточные и планшетные куклы. Сотрудники Рязанского областного театра кукол рассказывают, что подсчитать их количество практически невозможно. В репертуаре театра порядка 40 постановок, для каждой из которых изготовлены свои куклы. Есть даже спектакли, в которых задействовано около 300 таких вот артистов. Например, постановка «Лето на память», которой, кстати, кукольники в этом году и отмечают свой профессиональный праздник. Уже нет ширмы в привычном понимании этого слова. Спектакль «Лето на память», которым мы будем отмечать, собственно, день кукольника. В нем пять небольших ширм, мы называем их грядками. И они все работают как экраны одновременно. И они все проницаемы. Артисты передвигаются, исполняют трюки достаточно тяжелые физически. Артист-кукольник – это сверхоснащенный артист. И в плане профессионального мастерства это люди, которые изначально готовы к сверхнагрузкам. Наш Рязанский театр «Кукол» – один из лучших в России. Неудивительно, что артисты из других регионов хотят работать именно здесь. Так Евгений Солушев приехал в Рязань из Нижнего Новгорода. К актерскому искусству молодого человека тянуло с детства. Евгений со второго класса ходил в театральную студию. Но тогда считал это скорее своим хобби, еще не зная, что сцена станет для него вторым домом. Десять лет я прозанимался, потом после одиннадцатого класса поступил в Нижегородское театральное училище, не зная, что я поступил на отделение актер-театра «Кукол». Когда узнал, отнесся, наверное, к этому как-то... Ну, интересно будет, останусь. Неинтересно – уйду. Ну, как бы вот, наверное, так. А потом как-то втянулся и нечаянно обрел профессию, в которой я прямо... Ну, я живу прямо этой профессией. Мне очень нравится. Современному театру «Кукол» подвластно все. От сказочной фантазии до сокрушительной драмы. Рязанский областной театр «Кукол» давно перешагнул возрастной барьер. Наравне с постановками произведений Андерсона и Маршака зрители знакомят с Чеховым и Достоевским. А сами артисты выходят из-за ширмы, играя вживую рядом с куклами. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это станина от советской зенитной пушки «Пся-2К». Это зенитная пушка калибром 85 мм. Если брать по 1941 году, вообще это зенитное орудие, которое предназначено для борьбы с авиацией, но очень часто ее использовали на танкоопасных направлениях. Пушка вся в следах пуль. Она побывала не в одном бою. Привезли орудие из Смоленской области. Здесь, в здании Патриот-центра, собраны экспонаты, многие из которых чудом сохранились в годы сражений и дошли до наших дней. Но ценнейшие, как говорят сами поисковики, личные вещи красноармейцев. Особенно эмоциональные находки получаются, если удается установить имя бойца. Музей Великой Отечественной войны существует в городе давно, с 2013 года. Однако на старом месте его пришлось закрыть. Это наш музей, который функционировал несколько лет. Он прекратил свою работу полгода назад. И вот, используя наш экспонат, точнее, часть экспонатов, это где-то примерно одна шестая от того, что у нас располагалось в музее, мы организовали вот здесь, в стенах Патриот-центра, при их содействии, вот такой волок, экспозицию, можно сказать, комнату боевой славы и истории поискового движения Рязанской области. В арсенале музея экспонаты, которые рязанские поисковики собирали в течение 10 лет. Их привозили с вахт памяти из боевых регионов нашей страны. Здесь предметы из Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Тверской области, из Керчи и из Рязани. Хотя боевые действия затронули лишь некоторые районы нашей области, память о тех страшных годах сохранилась в виде предметов тех лет и на нашей земле. Есть в музее и предметы из личных коллекций поисковиков, и те, с которыми связаны имена легендарных героев. Предметы самолета «Аэрокобры» – это ленд-лизовский самолет, представляемый из США. И именно это были запчасти самолетом, которым летал герой Советского Союза, летчик Федоров. Федоров, он в свое время был даже ведомым у знаменитого трижды Герой Советского Союза Покрышкина. К сожалению, здесь мы их не представили, то есть в этой экспозиции. Вполне возможно, при расширении эти экспонаты снова займутся. В коллекции музея уникальные экспонаты, которые пока не представлены, ждут подходящего помещения. Возможно, уже в скором будущем жители города смогут увидеть и другие экспонаты. А пока эта небольшая часть коллекции заняла свое место в Патриот-центре, и уже в день открытия школьники из двух городских школ посетят комнату с экскурсией. Первая в регионе цифровая выставка, где основной единицей музейного хранения является оцифрованная хроника. Экспозиция «Прошлое. Настоящее. Будущее» посвящена Рязанской области в ретроспективе ее развития. Прошлое представлено архивными материалами периода 1946-1960 годов, расцвета региона послевоенного периода. «Настоящее» с современными хрониками, «Будущее» творческими прогнозами, созданными с применением нейросетей. Павел Малков с интересом осмотрел тематические блоки и прокомментировал экспозицию. Я вижу, что действительно интересные мысли, совершенно необычная подача информации. С другой стороны, вот тоже не раз я говорил, что бы мы ни сделали, всегда надо на этом не останавливаться и продолжать развиваться. Композиция очень интересная, очень интересные материалы, и я считаю, что каждый найдет что-то любопытное для себя. Ну и плюс вот такая необычная манера подачи информации, я думаю, что она действительно что-то такое совершенно новое для Рязани, для Рязанской области. Выставка будет работать в павильоне «Легкая промышленность». Посетить ее можно по Пушкинской карте. Тем временем преображение торгового городка продолжается непрерывно. Первая задача – это восстановить его в тех границах, в которых он был раньше, и наполнить каждый павильон какой-то идеей, каким-то смыслом. В ближайшем будущем будут открываться кафе, ресторанчики, новые музеи, откроется дом чая и музей кофе, откроется библиотека «Горьковская филиал». Уже есть задумки о расширении границ торгового городка и строительстве новых павильонов. При этом пространство должно органично вписываться в большой туристический пешеходный маршрут. Планы грандиозные, многолетние, а к концу 2024-го закончится полная реконструкция торгового городка в тех его границах, которые были 70 лет назад. Начинается композиция с одиночной тумбы «Старик Семен». Есть в экспозиции тумба, посвященная теме духовности, на которой расположены три куклы, в том числе фигура Андрея Рублева. Тема верности отражается через образ Герды и Ника Перасмани, а объединяют композицию розы. Можно увидеть и литературных персонажей Ассоль и куклу по роману Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Я хотела бы обратить внимание на куклу, где стоят Рыжий Клод и Эмиль Бернар, поэт. Это самая историческая, скажем, тумба, потому что на этой тумбе стоит поэт Эмиль Бернар, который я сделала в 2011 году. Это моя самая первая кукла. Да, и Рыжий Клод по стиху Бадлера – это моя самая последняя кукла. Вот буквально в начале марта я закончила. То есть Альфа и Омега, конец сошелся с началом. Самое интересное для меня – это придумывать личность. Личность, которую я оживлю, и она будет жить. Всего на выставке представлено 14 кукол, 5 из которых созданы в последний год. Как рассказала Ирина Сельмин, в среднем на изготовление одной куклы уходит месяц. Художница использует самозатвердевающий пластик ладол – проволочный каркас для туловища синтепона, а для костюма – кожу. Отметим, что на выставке работы расположены по тематикам, а сопроводительные тексты помогают лучше понять, какой образ опечатлен. Также можно увидеть фотографии театральных кукол, которые Ирина изготовила в разные годы. Выставка продлится до 20 апреля, вход свободный. Великому посту в христианстве традиционно предшествует прощенное воскресенье. В последний день месопустной недели, известной в народе как Масленица, верующие просят друг у друга прощения и готовятся к последующему испытанию духа и тела. Мы входим в Великий пост и спрашиваем друг у друга прощения для того, чтобы очистить наше сердце от обид, от злобы, от раздражения по отношению к людям. Это очень важно, потому что в течение Великого поста мы должны все внимание сосредоточить на нашей душе, на том, что происходит в ней. Не смотреть на других людей, не сравнивать себя с другими. Великий пост – память о 40-дневном искушении Иисуса Христа в пустыне. По подобию 40 дней длится и пост. В списке запрещенных во время поста продуктов – мясо, мясные полуфабрикаты и колбасы, молочные и кисломолочные продукты, включая сыр и масло. Под запретом также яйца, сдобы и кондитерские изделия. Духовники рассказывают, что этот период – самый сложный из четырех христианских постов. И напоминают, для мирян гораздо важнее во время поста вовсе не ограничение в еде, а молитва и покаяние. Вступая в поприще Великого поста, вспомним напутствие пророческое. Доброходно дающего любит Бог и в радости посвящай Богу десятину. Великий пост – это та самая десятина года, которую нам нужно отдать не самоугождению, не решению своих житейских вопросов и задач, а исправлению пред Господом, при уготовлению к Пасхе Христовой, чтобы оказаться ее достойным. Будем же стремиться, дорогие братья и сестры, посвятить это время в сорок святых великих дней самому главному, для чего мы пришли в этот мир, испытанию наших сил, борьбе с грехом, который ожидает от нас Господь. Каждая неделя Великого поста имеет свое название и символическое значение. Так, например, первая седмица называется торжеством православия. Она посвящена всем умершим последователям православной веры, а также тем, кто продолжает их дело сегодня и следует канонам религии. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, телекомпания «Город».